давай посмотрим вот получается масс последнего поколения самой последней кабиной или кто-то оторвал отслаивается маленько надо надо обратно засунуть вниз на должен опускаться да а вот ухты это чё это я хочу кого-то а вот движок mercedes получается родной мерседесовский не лицензионный никакого робот честь стоит а тут роботы или гидромеханическая труба даст и как будто вот шагрень какая-то шагрень сделал проходили мимо стенда маза и увидели тоже что масс сделал получается машину с криососудами кстати у камаза я не увидел на криососудов по по-моему техники не было . маска из тоже отличился у него там новая кабина мерседесовская так далее но да с камерой засыпания но вот тут смотрите тоже как бы новые технологии в жизнь криососуды на сегодня у нас получается только на ну мы видели пока на у ведущих иномарах да и вот здесь пожалуйста на мази интересная технология честно говоря раньше не думал то есть мне рассказали что получается запаса метана его просто даже в разы больше чем той же нефти ну кстати есть повод проверить эту информацию но если это так то энергетический кризис нам не грозит ближайшее время будем все сжечь метан будем и ездить на метане полезли в кабину знакомая ручка до защита закрывали ты с той стороны нет мы в прошлый раз с тобой снимали полноприводный вариант в данном случае мы в данном случае я не увидел здесь значит представленных вариантов шесть на шесть там или восемь на восемь здесь только шесть на четыре четыре на два получается автомобиль масс с клёвсной формулой четыре на два с криососудами да и рядом стоит машина просто на дизельном топливе кстати интересно будет вот давай покажем смотри видишь тут уже что-то мы или кто-то оторвал отслаивается маленько надо надо обратно засунуть кончик кончик резиновый ну вообще надо признать конечно на сегодняшний день вот то что показал камаз но это наверное из отечественных автомобилей будет самый крутой вариант до стоимость нам сказали у камаза 6400 сейчас есть повод сравнить смазом с аналогичным наверное мы потом попозже подойдем спросим у менеджера сколько стоит их машина но надо признать довольны что внутри конечно все здесь гораздо более аскетично нежели в современных тех же камазах вот ну про иномарки про там про вольво пара вино проскание собственно говорить не стоит но тем не менее то есть если но мы с тобой узнаем стоимость если один из показателей цена на качество как бы нам показ с объективной тому значит эта машина имеет тоже право на жизнь вот значит как мы уже говорили в предыдущем ролике масс активно на свои машины адаптируют двигатели вичай это китайский производитель как бы ну такой мирового уровня вот известный также своими газовыми двигателями кому продолжает мы оставить на свои машины двигатели я mz ну и трансмиссия тоже на выбор собственно как был общепризнанная zf либо также коробки китайского производства то есть это более бюджетный вариант наверное на сегодняшний день эти машины наверно большей степени конкурируют уже ну наверно даже не с камазом а все-таки с теми же самыми китайскими машинами вот ну все так эстетично ну есть повод посмотреть как здесь устроено кстати зажигание есть тут топливный бак дизельный то есть смесь ли поступает дизеля и метана и воспламенение соответственно от сжатия либо здесь стоит искровое зажигание ну вот видишь смотри старая добрая белорусская фанера но этот труд тросик тросик открывания судя по всему ну что-то клипса какая-то но ничего для маза это нормально давай закрывай кто будет шуметь и ругать самое главное цена-качество так что-то не закрывается ладно пойдем а то сломаем сейчас придется покупать пойдем посмотрим есть первое сейчас определим если тут топливный бак дизельный то есть нам надо понять до петличку надо на понять как здесь происходит воспламенение топливной смеси пойдем кстати я не обнаружил топливного бака то есть судя по всему тут воспламенение топливной смеси идет искровое может быть там кто-то скажет а сколько стоит вот такая машина районе шесть с половиной это шесть с половиной это на именно на метане да а если комплектация стандартно с дизельным топливом ну соседняя машина да 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 соседняя машина там евро 5 а4 800 собственно то есть это вопрос к кому мы размышляли здесь сколько стоит камаз сколько стоит масс то есть 4 800 и 6 400 то есть ну как бы сто разница присутствует а правильно я понимаю что здесь воспламенение топливной смеси идет от искры как в бензине найдет как в бензине ну просто опять же знакомо есть система воспламенение когда идет смешано то есть присутствует все равно топливный бак с дизельным топливом воспламенение смеси идет от сжатия здесь просто чисто на газу чисто на газовый двигатель венчай power китай 400 лошадиных сил сколько 400 лошадиных сил 400 вичай до и чай power до в по 12 а сколько запас хода вот на этих баллонах примерно 900 километров сколько там получается в килограммах принято измерять damn our 36 килограмм на сотеных 36 килограмм на 100 километров не литров наверно нет должно расход и вам что 30 я сколько тогда вес получается газа здесь баллонов так в баллонах примерно 300 50 вот такого 340 килограмм 340 килограмм ну примерно примерно ну расход наверно меньше потому что если было 36 килограмм то бы он а трансмиссия здесь какая так здесь механическая коробка передач zf это не имеет 16 ступенчатая также можем применить и китайскую коробку передач 12 ступенчатую уже этого как заказчик захочет роботы не ставите автомат роботы можем на данный автомобиль пока еще не делали если заказчик захочет поставим александр это вот получается последние модели мазов до стоят у вас представленного то есть тягачи или есть более новые нет вот это и соседние соседние это последние модели а кабина внутри одинаковая но мы сейчас до сходим куда посмотри ну внешне вроде как штамповка все похоже на евро 6 более будет обновлены а то есть еще планируется получается следующие обновления с изменением экологического класса дабы стоит данный тягач его а вот то есть вот этот этот это получается так вот это евро 5 все пойдем самую новую кабину спасибо большое идем самую последнюю кабину камаза стоимость получается вот этой машины как нам сказал менеджер 44 миллиона 800 тысяч это вот предыдущее поколение да вот но опять же 4800 я так понимаю это без всяких сервисных пакетов у камаза машина более высокого класса 6400 но сервисным пакетом давай посмотрим вот получается масс последнего поколения с самой последней кабиной залазь сюда с этой стороны обойди а вы смаза да с камаза ну чё чё думаете дешево очень дешево ну сколько для машину не стоит но мы тоже ходим сравниваем как бы получается да вот я с к 5 конечно даже к 4 сколько у вас 6 5 до 5 а это 4 800 получается причем 4 800 по уму стоит вот предыдущая модель или вот это не спрашивали ну не знаю качество пластика конечно нормально но сама сам дизайн смотри да нет мужики а вот это вот к 5 вот лучше под впечатлением я остался как бы там все-таки вот всю торпеду все облицовку уже делают у нас или все приводит все сами делается у нас все на команде делать не задайте пчел на пай предприятие оль иди пожалуйста сюда обойди пожалуйста с этой стороны поснимай да ничего ничего да какой не никакого интервью так вот мы мы клана на стенд маза получается пришли со стенда камаза то есть честно скажу к 5 увидел впервые в к 4 сидел даже чуть-чуть проехался вот вот к 5 просто ну это бомба если учитывая что и вы получается все внутри делаете да то есть у нас челнах дело то есть это вообще серьезно вот наверно после той машины шансов нету понятно что она чуть-чуть дороже будет да но но она у вас сервисным пакетом продается это 6400 нам говорит у нас автотехниковская такая полка на военка ну да где козырек какой слушай а этого тоже нету да вниз наверно должен опускаться да а вот он ух ты это чё это я хочу кого-то они не оторвал все все вот что ты сразу оторвал там вот это решение да нет ничего классно она бы еще разу за это не такая будет а чё она не выходит нажать может чуть-чуть веревочкой нужно веревочки обратно нету веревочки кстати а тут у них же автомат вот тоже да а вот интересно автомат какой робот стоит или старый с гидромеханик не ну с эргономикой тут наверно все равно вопросов много как бы вопрос стоимости где дверные петли раяльный не дверные рояльные петли называют надо цену спросить сейчас извините а сколько вот этот автомобиль стоит сколько 5 5 800 5 800 ну конечно не на 5 800 и 6 400 это вообще разница никакая по сути там машина она на голову выше ну по крайней мере по внешним даже характеристика учитывая а двигатель тут какой стоит а вот движок mercedes получается родной mercedes ски не лицензион никакого робот чей стоит а тут роботы или гидромеханическая трасса робот даст и но хотят а мп4 это предусмотрено суда заняться как будто вот шагрень какая-то шагрень сделано и у нас тоже не ну то тоже есть согреть на другая скажем меньше 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 не ну по цене конечно да как бы это совсем другое по сравнению с тем что на двери нет дверь не закрылась что ну признать честно для грузового автомобиля внешний вид конечно это не основные характеристики до тяговые надежность стоимость да но чтобы он не ломался как бы это поэтому но тем не менее да конечно все равно молодцы ребята что-то делаю стараются у них то нет mercedes камаза есть да у камаза есть а вы с это представляете какое какое направление на камазе я конструктор интерьеру а вот почему вы обращаете внимание интерьер больше внимания а зовут вас получать валерий валерий нам рассказал что получается всю внутреннюю как бы это весь интерьер внутренний делается в набережных челнах то есть это сильно удивило вот этот уровень качества мы только что были в камазе к 5 кабина да проект опять проекта это 5 он уже серии ну как бы предсерийный серийное производство ну на очень высоком уровне а вы сами откуда будет мы город мясо челябинская область очень приятно если вы так это то на входе мы ходим всем камеру показывает ясно хорошо все добро да да мы Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok